Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про слабость, сонливость, низкий эмоциональный фон, поговорим с вами про щитовидную железу и про надпочечники. С виду одинаковое состояние, то есть слабость, сонливость, плохое настроение, низкая либидо, тяжесть подъемов по утрам, склонность к низкой температуре тела, мерзлявость, плохая концентрация внимания, ухудшение памяти. Данные симптомы могут быть как при гипотериозе, при снижении функции щитовидки, так и при снижении функции надпочечников. Как же разобраться, в чем проблема плохого самочувствия? Есть некоторые акценты, которые по клинической картине позволяют сделать вывод, что же это гипотериоз, либо же это сниженная функция надпочечников. Начнем с гипотериоза. Гипотериоз – снижение функции щитовидной железы. При гипотериозе слабость, сонливость, низкий эмоциональный фон сохраняются постоянно. То есть у человека изо дня в день нет сил, нет энергии, сложно вставать по утрам, человек утром просыпается уже уставший, с кровати вставать не хочется, человек постоянно передвигает себе будильник, чтобы полежать еще чуть-чуть. То есть нет сил, низкая либидо, ничего не радует. И вот это вот состояние усталости, оно постоянно. Мы с утра проснулись уставшие, пришли на работу, попили кофе, ну вроде чуть получше. Прошло 2 часа, снова нет сил. Домой пришли, вроде бы просто сидели в офисе, а сил нет, даже еду готовить не хочется. Легли на диван, снова нет сил. Вот эта вот слабость при гипотериозе, она постоянно изо дня в день, из часа в час. То же самое касается тенденции к низкой температуре тела. Если у нас гипотериоз не компенсирован, либо же неправильно подобрана терапия, недостаточные дозы, либо нужна комбинация препаратов Т4, Т3, а человек только Т4 получает, то у него симптом в виде мерзлявости, в виде низкой температуры тела. 36, 36,2, 35,9, 35,8. Такая температура тела будет постоянно. То есть человек постоянно мерзнет, вот эти вот мерзлявые женщины, которые говорят, да вроде дома тепло, а я вот в пижаме хожу, сплю в пижаме, сплю в носках. То есть постоянно низкая температура тела. То же самое касается вот этих вот дискомфортов, низкого либидо. То есть человек с гипотериозом, как говорят женщины с гипотериозом, да я просто ленивая. Да не ленивая, это гипотериоз. Если его правильно компенсировать, женщина оживает, женщине становится тепло. У меня много пациентов с гипотериозом, которым при правильной подборе терапии, просто у них меняется все. Мне женщины говорят, доктор, я мерзнуть перестала. Я дома хожу просто в легкой маечке, мне жарко. Я перестала кутаться в кофты, я перестала спать в носках. Я с детства всегда была мерзлявая, но вот на ваших таблетках мне наконец-то стало жарко. У меня либидо поднялось, у меня просто муж в восторге. Такое действительно бывает. То есть гипотериоз это постоянные жалобы при правильном подборе терапии, которые уходят. Единственный светлый промежуток у человека с гипотериозом это отдых на море. Потому что щитовидка любит йод, морепродукты, морские водоросли, морская вода это йод. Щитовидка любит тепло, солнце любит свежие фрукты, ягоды. Поэтому на море часто пациенты с гипотериозом оживают такие, ой, а мне получше стало вот в отпуске, после отпуска, а дальше снова плохо. Гипотериоз разобрали. То, что касается снижения функций надпочечников. В отношении снижения функций надпочечников существует несколько стадий. Когда мы говорим про тяжелую надпочечниковую недостаточность, там падение давления, там человеку очень плохо, это невозможно не заметить, это уже каждый человек лечит. А вот начало снижения функций надпочечников, то, что называется субклиническая надпочечниковая недостаточность, либо модным термином адреналфатик, то есть так называемая слабость надпочечников, вот здесь состояние меняется. То есть человек то слабый, то раз к вечеру он разгулялся, и вроде бы к вечеру много сил. Утром сил нет, энергии нет, вставать тяжело, человек утром не может нормально работать, а после обеда как-то вроде получше, а к вечеру человек разгулялся, сидит, работает за компьютером допоздна, еду готовит, что-то по дому делает. Вот если тенденция к тому, что человек разгуливается к вечеру, то наиболее вероятно проблема с надпочечниками. То же самое касается температуры тела. Если при гипотиреозе, при сниженной функции щитовидки, тенденция к гипотермии, к низкой температуре постоянно, то при надпочечниковой недостаточности, рваный график, то хорошая температура, то низкая, то человек мерзнет, то ему жарко. То есть такие вот качели. То же самое либидо и эмоциональный фон. То как-то плохо и сил нет, особенно по утрам. Даже вроде бы выспался, а все равно с утра нет сил. А к вечеру раз человек разгулялся. То есть при снижении функции надпочечников на начальном этапе к вечеру человек оживает. Но это не нормально, потому что нормальный график выработки гормонов надпочечников, когда у нас утром активный скачок кортизола, мы с утра бодры, полны сил, у нас много сил, много энергии, мы прекрасно работаем. А к вечеру как раз-таки кортизол должен спадать, для того, чтобы мы нормально ложились спать, засыпали и восстанавливалась наша нервная система ночью. То, что касается гипотириоза и снижения функций надпочечников, данные ситуации могут сопутствовать одна другой. То есть у одного и того же человека может и снижаться функция щитовидки, и снижаться функция надпочечников. Логичный вопрос. Как достоверно определить, в чем проблема? Достоверно определить нам помогут анализы. По щитовидной железе мы сдаем гормоны ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, реверсивный Т3, сдаем антителак щитовидки АТЭК-ТПО, АТЭК-тереоглобулину, АТЭК-рецептором ТТГ, делаем УЗИ щитовидной железы. По надпочечникам мы сдаем кортизол. Если рассматривать анализы, кортизол крови, кортизол слюны, это точка, а нам надо для выявления начальной снижения функции надпочечников, начальной ситуации, видеть график. Мы сдаем кортизол слюны 4 точки, то есть смотрим суточный график, 7 утра, 12, 17, 22, смотрим правильно или нет, у нас вырабатывается кортизол. Кроме того, мы можем сдавать суточную мочу на кортизол, на продукты распада кортизола, метанифрины, норме, метанифрины в суточной моче, при необходимости мы делаем визуализацию, то есть УЗИ, МРТ с контрастом и так далее. На данные анализы дает направление врач-эндокринолог. Поэтому если у вас есть слабость, снижение температуры тела, низкая либидо, отечность, идете к грамотному эндокринологу с доктором, определяете список обследований, сдаете анализы и дальше подбираете терапию. Как щитовидку можно и нужно приводить к нормальной функции? То же самое касается надпочечники. Надпочечники нужно восстанавливать, потому что надпочечники – это не только сила, энергия, настроение, либидо, это еще и адаптация к стрессу и наша продолжительность жизни. Больше информации о том, как восстанавливать гормональный фон, как правильно подбирать питание, вы узнаете в школах на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!